На улице Фрунзе с самого утра шумят отбойные молотки. Здесь начался аварийно-ямочный ремонт, который так ждали жители. Днем ведется подготовительный этап работ. Ямы обрубают по краям, придают им аккуратную форму, очищают и просушивают компрессором. Ночью работы продолжатся. Подготовленные локальные карты заливают литым асфальтобетоном, нагретым до 220-250 градусов. Он способен выпаривать остатки влаги из покрытия и застывает в течение 15-20 минут. Поэтому данный вид работ можно выполнять при относительно сырой погоде, в межсезонье и даже в минусовые температуры. Аварийно-ямочный – первый и единственный вид ремонта, возможный при нынешних погодных условиях. Центральная часть гор у нас практически подсохла, поэтому принцип проведенной работы позволит нам без проблем додержаться до возможности горячего асфальтобетона. В списке уже 91 адрес, где весной текущего года запланирован локальный ремонт. Список пополняется ежедневно, оперативно, по мере выявления дефектов дорожного покрытия. На данный момент работы закончены на 32 адресах, совокупно почти на 2000 квадратных метров. Такие участки расположены на улицах Невской, Ташкентской, Енисейской и других. Активными темпами идет и подготовка к месячнику по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. Месячник будет проводиться с 1 по 30 апреля. Планируется провести 3 субботника и 4 средника. По данным профильного городского департамента, разными видами работ охватят территории общей площадью 42 миллиона квадратных метров. Подряд на организации по содержанию объекта благоустройства, это очень даже внести парки, скверы, плевары и так далее, проводят подготовительные работы. Это именно ворошение куч снега для более быстрого таяния. Также начат уже работы по сбору вытывающего мусора, то есть в отдельных участках уже его необходимо собирать, работы проводятся. Ну и работы по откачке воды из низинных мест. Уборка и вывоз снега также продолжаются. С начала сезона было вывезено более 486 тысяч тонн. Ночью еще держатся минусовые температуры, поэтому участки локально обрабатывают противогололедными материалами. 19 марта в дневную смену на всех городских территориях задействовали 224 единицы техники и 3289 уборщиков, включая дворников. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События.